31 января 2024-го президент Эквадора Даниэль Набоа анонсировал передачу старой российской техники Соединенным Штатам Америки. В обмен Кита получит современную на 200 миллионов долларов. Далее, как сообщают власти США, поученное вооружение отправят Украине. В Кремле заявили, что решение Эквадора не могло быть принято без согласования с Россией. Наши партнеры хорошо осведомлены о положениях контрактов, которые включают в себя обязательство использовать поставляемое оборудование в заявленных целях и не передавать его третьему лицу без получения соответствующего согласия российской стороны. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Власти Эквадора называют российскую позицию неадекватной и отбрасывают обвинения, поскольку передача достаточно старой техники в рамках международных соглашений не требует согласия Кремля. Какое конкретно вооружение передаст государство, не сообщается. Однако из открытых источников известно, что Кита имеет вертолеты Ми-8 и Ми-171Е, зенитно-пулеметные установки, зенитные ракетные комплексы ОСА, а также реактивные системы залпового огня ГРАД. Россия включает свои средства, не только дипломатического характера, влияние для того, чтобы не допустить передачи такой техники. А это, в принципе, означает, что эта техника может быть в достаточно хорошем состоянии. Потому что если бы это действительно был металлолом и объемы были чрезмерно маленькие, вряд ли бы такой интерес, внимание и быстрая реакция была бы со стороны государства-агрессора. После различных предупреждений и угроз Кремль перешел к действиям и начал банановую войну против Эквадора. Россельхознадзор направил в уполномоченные органы Эквадора обращение с просьбой прекратить сертификацию местных бананов и гвоздик. Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за выявления опасного карантинного вредителя. Решение принято после угроз российского МИД и решение Эквадора передать США технику российского производства. Из публикации издания The Moscow Times. Эксперты отмечают еще одно потенциальное государство, которое могло бы помочь Украине с военной техникой. Речь идет об Аргентине, где к власти пришел прозападный президент Хавьер Милей. На его инаугурации в декабре 2023-го лично побывал Владимир Зеленский. Это не будут, скорее всего, прямые какие-то поставки, это будут поставки каких-то вооружений в Соединенные Штаты Америки, а уже непосредственно в Соединенные Штаты Америки будут переправлять их на континентальную Европу. Почему? Потому что эти страны не просто так отдают, они далеко не самые богатые страны. То, что у них там где-то есть в арсенале, они могут передать. Но взамен ожидаем, что Соединенные Штаты Америки будут возмещать более модернизированное вооружение. Пока поставок вооружения от Аргентины не анонсировалось, Буэнос-Айрес продолжает поддерживать Украину политически. Напомню, по информации агентства Bloomberg, с целью продвижения украинской повестки, Аргентина согласилась провести саммит с лидерами стран Латинской Америки в 2024-м. Никита Скобликов для телеканала Freedom.